так всем привет уважаемые коллеги партнеры давайте проверим качество картинки и качество звука все окей хорошо меня слышно видно николай видит все нормально сурки да так а дима ты здесь дмитрий горбатков тебе один вопрос бы сейчас задал по комнате хорошо ладно давайте если появишься дай знать ладно давайте начинаем вебинар у нас сегодня конкретная тема стараюсь уложиться я вебинар полчаса полчаса поговорим о самом главном да в этом бизнесе сегодня у нас такая тема интересная мужчинам в бизнесе с компанией арифлейм лидерство да и самые главные принципы которые в этом бизнесе есть и нам сами надо их освоить и обучать своих людей этим же принципом вот итак поехали я недавно выступали на бво с супругой с леной и там была у нас тема такая успех я сегодня не стал ничего прям кардинально переделать я просто взял эти слайды и просто более подробно расскажу там не было 20 минут сейчас у меня как я вижу этот бизнес как я вижу людей которых получается да что то есть что они делают и некая такая получилась собирательная у меня картина я понял что надо делать в этом бизнесе на примерах на собственном примере и я был иногда неэффективен да и поэтому я тоже знаю что что чего я не делал это тоже в копилку моего опыта положилось скажем так и сейчас на эту тему поговорим итак смотрите слово успех я разобрал на отдельной составляющей на отдельную составляющей первая буква у это уверенность в индустрии уверенность компании уверенность себе это бизнес м можно построить ну любой бизнес можно строить в принципе только если у вас от вас изходит уверенность я не знаю у всех она по-разному у всех она разная у кого-то кто то уверен в себе, но не очень верит в индустрию. Кто-то верит, что в индустрии классные деньги, что многие зарабатывают хорошие, нормальные доходы получают, но вот у него уверенность в себе очень низкая, потому что, может быть, где-то школа повлияла, может быть, где-то двор, где-то, может быть, его там децы обзывали, называли нехорошими словами, либо как-то там, не знаю, унижать пытались. Всякое бывает, то есть у людей есть некая такая накопительная система комплексов, да, и потом они выстреливают и не дают человеку нормально себя в этом мире ощущать. Я не знаю, тут надо уже отдельно работать с человеком, в чем именно уверенность у него должна быть, да, то есть где нужно поднимать и как вернее это сделать, но я вам говорю однозначно, уверенность должна быть у каждого из нас, как у предпринимателей. Смотрите, когда мы начинаем любой бизнес строить, допустим, мы сами продаем колеса, там, для машин, мы выставляем себя как уже успешные предприниматели, которые разбираются в колесах, правильно, несмотря на то, что мы только сегодня этим начали заниматься. Либо, допустим, мы с вами продаем сотовые телефоны. Мы нигде не будем говорить, что мы новички, мы на рынке первый раз, это наша первая партия, правильно? Поэтому уверенность в себе мы должны как бы излучать. Понятно, мы не должны врать, если нам скажут кто-то такой, какой у тебя уровень, мы должны гордо сказать, 3% уже, да, 150 баллов сделал, там, одного человека пригласил. Но вот эта уверенность, которая от человека исходит, это то, что люди покупают на любых встречах, на презентациях бизнеса, на собеседованиях, да, в скайпе, при разговоре в скайпе, при разговоре с каким-то человеком, которого вы потом хотите пригласить, вы должны, как бы, вы должны создать впечатление, первое впечатление уверенного человека в себе. Это не обязательно, он должен быть очень общительный, коммуникабельный и так далее, но он должен знать, о чем говорить и говорить о том, что знать, что знает, понятно? Вот такая вот наша коллаборация. Как эту уверенность поднимать? Смотрите, я делал все просто, я изучал очень много видео людей, которые уже уверены в этом бизнесе. Ну, никого не секрет, я даже фамилии назову вам, если у вас нет уверенности в этом бизнесе и вот в этой индустрии, вы можете тоже видео изучать. Эдуард Васильев, Сергей Гогловев, Алексей Севрук, президент Украины, Арифлейм, Владимир Полежаев, Сергей Рачковский, Алексей Колтон, кто там еще. Раньше было мало мужчин в интернете, которые своими видео делились. Сейчас каждый уже директор, у него есть YouTube-канал, и можно посмотреть, сравнить, какие-то методики перенять. Раньше их было мало, но они были все топы. И вот я просто что делал? Я смотрел каждый день по несколько раз эти видео. Смотрю видео, а потом, допустим, иду на рекрутинг. Допустим, собираюсь на встречу с каким-то своим другом идти, я посмотрю обязательно видео какого-нибудь топа, топ-лидера. Мне это вдохновляло, меня это поднимало, понимаете? Сейчас то же самое, ничего же не поменялось. Если нет уверенности, то делайте тоже это. Найдите себе ментора. Ментор бывает в онлайне, бывает в оффлайне. Он бывает ваш непосредственный спонсор, а бывает ментор вообще с другой командой. Кто-то обучается на моих видео, и мне потом пишут, что Ренат, вот я смотрю, я не в вашей команде, но вот на ваших видео полностью все обучаюсь, потому что ваш подход мне близок. Кто-то из моей команды смотрит других топ-лидеров, потому что я ему не подхожу немножко, либо по скорости, восприятия информации разной, либо по темпераменту, типажу и так далее. Понятно, да? И плюс здесь же я такой пункт ввел эффективный подход к приглашению. Есть приглашение, ну есть два подхода. Первый, бизнес нужен мне, и ради того, чтобы построить мне мой бизнес, я сейчас найду людей. То есть люди мне нужны только как инструменты для того, чтобы они сделали заказы, кого-то звали, и я в этом бизнесе поднимался. Второй подход – это когда я смотрю на человека и думаю, чем я могу ему помочь. Либо это девочка с маленьким ребенком, либо это мужик, да, мужик, которому уже 45-48 лет, и я понимаю, что сейчас, если он ищет дополнительные какие-то деньги, это означает, что ему через лет 10 тоже придется это делать, понимаете? Если у него своего бизнеса нет, то значит, я ему могу помочь сейчас, пока ему 45, за 3-5 лет выйти на уровень хотя бы 1100-1200, и потом он мне будет за это благодарен. Если я вот с таким подходом пойду рекрутировать, мне очень легко слушать отказы. Почему? Потому что я свое дело сделал. Я этой девочке пытался помочь выйти на доходы. Я вижу, что у нее есть два маленьких ребенка, я понимаю, что омега-3 и детский комплекс мультивитаминный это классная штука. И если дети у нее вдруг болеют, а я бы это не должен как-то узнать, да, часто, я должен продолжить ей этот вопрос решить. Если я, допустим, каким-то образом узнал, что у девушки проблемы со своим здоровьем, либо там с ногтями, с волосами, либо просто со здоровьем, либо там какие-то, может быть, есть проблемы с кожей, я знаю, как ей помочь. То есть помогать буду не я ей, правильно? У меня есть информация, которая ей поможет. И эту информацию с удовольствием дам ей, потому что я ее несу. Я сотрудничаю с офигенно классной компанией, у которой офигенно классный маркетинг. Обалденный продукт Novage, который занимает первые-вторые места, да, при сравнении с дорогими брендами, с марками такими передовыми. Классный продукт Wellness. Я просто железобетонно уверен в том, что те, кто поняли эти продукты, те, кто их раскусили, те, эти продукты пользуются не ради денег, да, а вот все точно, они поняли, что они работают. И я в этом железобетонно уверен, вы должны быть тоже уверены. Все, это первый пункт, уверенность в себе и в компании, и в индустрии. Понятно? Дальше. Буква С. Это самостоятельность. Ну, с мужчинами в этом плане, конечно, проще. Но давайте так. Мы по жизни. Это у нас правила по жизни. Решение принимаю сам. Конечно, надо советоваться. Можно посоветоваться и с женой, каких-то вопросов, правильно, там, семейных. Можно посоветоваться со спонсором в бизнесе, можно посоветоваться с командой, какие-то решения принимать. Но в целом, что касается личного, личностного роста, образования и, скажем так, цели по жизни, я сам принимаю решение ставить себе цель на жизнь. Я сам принимаю решение жить без цели. Да? Тоже сам принял решение. Проблемы я решаю сам. Есть деньги и некуда девать, проблема моя. Нет денег не на что жить, проблема моя. Сегодня такую фразу одну классную услышал на Академии Лидерства. Сейчас я даже прочитаю. Результат – это показатель наших истинных намерений. То есть, то, что вы сегодня имеете, это то, чего вы реально хотите. Как бы вы здесь не спротивлялись, потому что вы сами принимаете решение каждый день. Скажите, пожалуйста, кто из вас один раз или всегда принял решение развиваться в компании Арифлейн? Поставьте, пожалуйста, пятерки. По три пятерки. Кто один раз это решение принял, может быть, год назад, может быть, полгода назад, может быть, позавчера. Но решение принял, и он точно будет развиваться в компании Арифлейн. Пошли пятерочки, да? Поставьте, пожалуйста, сейчас, я не знаю, поймете, не поймете, но, надеюсь, поймете. Поставьте, пожалуйста, Пожалуйста, поставьте, пожалуйста, единички, три однерки. Кто примет решение развивать бизнес с компанией Арифлейм завтра утром? Есть такие? Кто примет решение развивать бизнес с компанией Арифлейм завтра утром? Открою секрет, ребята. Нужно принимать решение бизнес развивать каждый день. Бывает такое, что он говорит, да, я понял, что я только с Арифлейм буду бизнес строить. Но это было в прошлом месяце, после какого-то бизнес дня. Когда приезжал успешный человек, я послушал и говорю, все, я в этом бизнесе. На самом деле мы решение принимаем каждый день. Вот утром встали, и вы принимаете решение, что мне сегодня делать? Бизнес Арифлейм строить или валапинать? Мы или сегодня развиваться, вести вебинар, записывать видео, рекрутировать, кому-то писать. Или мне сегодня сделать вид, что я предприниматель, потому что я же решение уже принял. Я от Арифлейма никуда не денусь, в принципе, а сегодня могу и немножко, так скажем, на полкарасика. Вот не получится, например. Вы должны каждый день самостоятельно принимать много-много решений. Решение встать с кровати, решение пойти куда-то побегать, если вам нужно бегать, если вы хотите себя как-то оживить, дай энергию, чтобы у вас появилось. Решение полежать, понимаете, да, о чем я говорю? Это все сам. Вот я говорю, с мужиками проще, вы, наверное, меня понимаете хорошо. Вопросы задаю сам. Если вы не новичок и вам что-то непонятно, то вы не сидите в чате каким-то таким тихим камышом, да? Вы говорите, ребят, я вот не понимаю такую тему. Смотрите, я вот пишу уже пятерым знакомым, мне все отказывают. Может, что я не то пишу, может, кто-нибудь даст совет. То есть вы сами должны контролировать свой процесс, и если что-то не получается, сами задать вопрос. Потому что вы в этом бизнесе, даже если у вас команды нет под вами, у вас команда есть над вами. То есть ваш спонсор и ваша вся цепочка спонсоров – это ваша команда. Вы ее как свою примите для начала, если у вас ее нет, да? И все будет хорошо. Если вы научитесь работать по принципам вашей команды, которая над вами, и эти командные принципы поймете и будете выполнять все, да, вот эти вот параметры ключевого партнера, то потом вы легко, не сильно напрягаясь, построите такую же команду внизу. Особо не обучая людей. Вы будете делать то, что вы научились от вашей спонсоров. Вы будете это делать, делать, делать. Люди будут это видеть, вы будете повторять. Вот и все. Вся ответственность на мне. Понятно, да? Ну, то есть здесь все ясно. Дальше введем букву П. П – это простые действия, ребята, не усложняйте. Если новичок, просто тупо приглашай их один на вебинар. Больше ничего не делай. Не изучай там очень долго личный бренд. Не настраивай там таргетированную регламу в Инстаграме. Не изучай там, как правильно делать стори-тейлинг, писать посты и так далее. Ты приглашай много. Очень много зови. Есть несколько вариантов звать. Первый вариант. Просто говоришь, там, там, Коль, привет, слушай. Тема есть. Может, денег заработать. Есть интерес? Да, нет. Если да, то давай пообщаемся вечерком. Давай. А вечером его либо в скайп вывели со спонсором, либо, допустим, там, на телефонный звонок со спонсором, либо встречу организовали. Вот. Если сами уже умеете презентацию проводить, сами проводите. Ну, просто каждый день помногу. Минимум пять презентаций в день вы должны делать. Каким образом, я не знаю. То есть, у вас, если холодный рынок, то вы, там, из 50 диалогов выводите пять презентаций. Да. Если бы вы, допустим, работаете по знакомым, может быть, из восьми знакомых вам пять говорят. Ну, давай, расскажи. Вы им рассказываете. Может быть, где-то миксуете. Но это уже вопрос второй. Первый. Это, если ты новичок, тупо приглашай. Если ты менеджер, тоже приглашай. Но еще и обучай новичков. То есть, у тебя есть новые люди, ты их зарегистрировал, молодец. Они когда зарегистрировались? Позавчера, вчера или на прошлой неделе. Ну, это классно. Они даже сделали заказ на 100 баллов. Супер. А дальше что? Они, ребята, они уже неделю в бизнесе. Уже неделю. Они должны уже позвать в этот бизнес несколько человек. Они хотя бы должны одновременно зарегистрировать. Чем быстрее вы это дело сделаете, тем быстрее новичок понимает, что, оказывается, в этом бизнесе нужно приглашать. Вот. Тоже, да, новички не все знают то, что вы знаете. Есть такая книжка классная, татуировки менеджера, да, если вы читали, читаете. Там есть такая татуировка. То, что очевидно для нас, не очевидно для других. Поэтому, если вы примерно понимаете, как писать знакомым, берете новичка и говорите, смотри, короче, я тебя сейчас обучу приглашать, как бы ты сам позвал знакомых. Скажи мне, пожалуйста. Он говорит, ну вот, не знаю, написал бы вот так, вот так. Ты говоришь, все, правильно, давай пиши. Либо ты говоришь, нет, давай, смотри, как я пишу, посмотри вот у меня, потом вот скорректируешь свои эти действия. Показал, все, обучил. Понятно? Все. Как делать заказ, тоже обучаем. Если директор, обучаем менеджеров. А чему менеджеров обучать? Как менеджеру команду сопровождать? Как ему планерки вести? Мы сейчас, почему у некоторых команд прошли какие-то такие провалы в среднем звене? То есть, директора мотивированы. Новички приходят, тоже делают результат. Выходят там, смотря на шестерки, на девятки, на тройки. А среднее звено, некоторые менеджеры пятнашки, двинашки, они такие приумели и говорят, что-то не приумел. Почему такое происходит зачастую? Потому что эти менеджеры, они не обучены. Они пока еще не, они еще в голове не директора. Если бы они сегодня проводили сами планерки, вели бы какие-то вебинары, мотивировали бы команду, собирали бы эти команды, даже если там два человека, то у них был бы вопрос не такой, что что-то вот никому ничего не надо, а у него было бы такое, что-то, ребят, смотрите, раньше, например, выходило семь человек, там есть пять, пять человек, а сейчас только два. Так, надо срочно партнеров найти. То есть, он знает, что делать, просто он там вопросов в количестве. Если ты топ-лидер, обучай директоров. Как им обучать менеджеров, как менеджерам обучать новичков. Ну, по сути, все просто. Вот, поэтому не усложняй. Смотрите, еще есть такие моменты, я об этом вот не говорил со сцены, сейчас скажу. Есть два момента. Первый момент – это энергия, второй – это эмоции. У нас с вами определенное количество энергии на весь день. Мы ее с вами тратим. Вот мы покушали, часть энергии ушла на пищеварение, на переваривание. Мы побегали, часть энергии туда ушла. Мы порекрутировали, часть энергии туда ушла. Мы подумали два часа над рекрутингом, энергия ушла. Понимаете? Поэтому надо энергию свою расходовать грамотно. То есть вы должны понимать, что один звонок человеку и разговор с ним буквально 10 минут – это то же самое, что полчаса думать, кому позвонить, как поток создать, где написать. Блин, вот там у меня вот есть Коля и Петя. А что я им скажу? Так, если я Пете скажу вот так, а он скажет, так, что я ему отвечу? Блин, он же знает, что я сейчас в рефл. Блин, или как, или что. Понимаете, да? Вот эти полчаса размышлений – это 10 минут вашего телефона разговора. Энергия однозначно, ну, она равнозначная. Поэтому энергию тратим грамотно. Второй момент – это эмоции. Если бы нам с вами можно было бы эмоции отключить, мы бы с вами давно же стали миллионерами. Потому что, знаете, как мы сделали? Мы бы делали так. Эмоцию выключаешь, эмоции все выключаешь. Делаешь 100 предложений по бизнесу. Говоришь, вот так, вот так, вот так все работает. Вот наша система, вот наше обучение, вот наши чеки, вот наши директора, вот наши люди, вот наша команда, вот продукция классная, офигенная, на смотри, думай. И таких бы делали 100 предложений, а потом бы включали эмоции и смотрели бы, что мы там натворили, мы бы видели там примерно такое, что из 100 человек 20 заинтересовалось, 10 зарегистрировалось. Ну, или 5 зарегистрировалось. Мы такие, о, ну понятно, нормально, воронка так, в принципе, работает, надо конверсию чуть-чуть подтянуть. Снова выключаем эмоции и еще 100. Если бы так работали, мы бы уже все зарабатывали миллионы. Но что нам мешает? Нам мешают эмоции, которые мы испытываем после очередного приглашения. Однажды даже сказал известную фразу, кто, по-моему, Уинстон Черчилль, что ли, он сказал такую фразу, успех – это движение от одной неудачи к другой, без потери энтузиазма. То есть нам нужно каждое новое приглашение делать, как будто бы мы его делаем первый раз, хотя бы, по крайней мере, за сегодня. Есть классная бизнес-система, давай расскажу. Нет, не мое, не надо. Хорошо, нет, нет. Есть классная бизнес-система, давай расскажу. Нет, заколебали вас в те веки уже, блин, лохотронщики. Ты говоришь, ты, по-моему, не разбираешь, что такое лохотронщик, что такое сетевое. Он говорит, да может быть. Я говорю, ну ладно, чувак, давай, мы с тобой общаться не будем. Заканчивай разговор. Удачного дня тебе. К третьему – давай расскажу классную систему. К четвертому – давай расскажу классную систему. К восемнадцатому – слушай, есть классная система, вообще работает классно. Есть большая команда – давай расскажу. Понимаете? То есть, однажды мне понравилась фраза, была она у Виталия Косицына в его команде. Они однажды привезли эту фразу на молодежное движение «Орифлейм». Сначала нам так «затупись и действуй». Иногда нам надо просто затупиться. Меньше думать, больше вот. И понимать, что ну мы же не девчонки. Зачем нам лишний раз эмоции врубать? Вот что там подумает, не подумает, как-то он отреагировал не так. Пофиг, пофиг. Есть такое слово «пофиг», только с другим окончанием. Можно, в принципе, его применять. Сделали продолжение – дальше пошли. Сделали – дальше пошли. Все, это все делать надо довольно-таки просто. Дальше. Буква Е. Единство, дух, страсть. Здесь есть такая вещь, которую многие не понимают. Смотрите, я сейчас вам нарисую две, ну так, нарисую образно, нарисую вам две фигуры. Представляете, первую фигуру. Представьте себе, один отрезок, второй отрезок и третий отрезок. То есть, такая ломаная, смотрите, раз, два, три. Вот такие вот три ломанные, три отрезка соединенных между собой, как бы, и вот такая ломаная кривая получилась, то есть, ломаная прямая получилась. Первый отрезок – это я, второй отрезок – это команда, третий – это бизнес. И вот некоторые люди себя в этом бизнесе ощущают так, что есть я, у меня есть какая-то команда, по крайней мере, мне туда добавили, есть какой-то чат, там, команда что-то там делает, ну, в принципе, я как бы в ней, я в нее вхожу, там, просто я не всегда появляюсь. Вот есть какая-то команда, и вообще, как бы, эта команда строит бизнес, который я тоже, вроде как, хочу построить, даже вроде собрался, но пока вот недопонимая его, и все это как будто бы не во мне. Есть я, есть команда и есть бизнес. Вторая фигура – это треугольник, где, допустим, основание – это я, одно ребро или одна грань, одна сторона треугольника – это команда, третий – это бизнес. И они замкнуты. То есть я нахожусь в команде, команда находится в бизнесе, бизнес находится во мне. Все, мы одно целое. Вот если вы поймете этот принцип и с командой как бы сольетесь, и с бизнеса сольетесь, и станете настоящим предпринимателем, как будто бы с вас начинается команда. Не как будто бы вы находитесь под топ-лидером, а как будто бы вы топ-лидер сам. И вот сегодня от вас зависит как бы на благосостояние вообще вот всей команды. Если вы вещь прочувствуете, у вас вообще попрет. Потому что я замечаю такую вещь, иногда пишу я спонсорам своим. Слушайте, вот, короче, чат мы создали, добавил тебя туда, мы там будем делать это и это. Он говорит, блин, еще один чат, что ли. О чем это говорит? О том, что есть он со своей личной жизнью, есть какая-то команда, и есть как бы бизнес, который я хочу построить, но любой, скажем так, любая дополнительная какая-то, любая дополнительная энергия, которая должна тратиться на бизнес, воспринимается мной как проблема. Поэтому чат еще один, да нафига он нужен? Сколько этих может чатов уже? Это называется, что человек не в бизнесе. Я вам рекомендую быть в бизнесе и с командой, и чтобы бизнес был у вас. Это вы предприниматель. Даже если вы работаете по найму до сих пор, есть такое классное выражение, есть классная рекомендация. Представьте, что вы не наемный работник, а вы предприниматель, у которого есть свое ИП, вы директор, сам себя, у вас свое ИП, и вы оказываете этой организации услуги по договору. Допустим, вы бухгалтер, вы не работаете бухгалтером по найму, вы частный предприниматель ИП, у вас есть свое либо ИП, либо ООО, и вы оказываете услуги бухгалтерски вот этому предприятию. Вот у них есть директор, и вы директор. И вы общаетесь с вашим директором как директор, и говорите, что вы можете сделать, как вы это видите и так далее. Сразу же поднимается, скажем так, уровень нормы, сразу поднимается самооценка, сразу поднимается, вы поднимаетесь над этой ситуацией и видите ее вообще со стороны. И вы какие-то можете решения где-то предложить, что-то еще сделать, вас увидят, понимаете. Я вот так, допустим, себя вел, когда работал по найму в компании, я был начальником отдела продаж, но я везде говорю, что мы. Я говорю, мы, наша компания, мы, мы, мы. Я себя вел, как будто бы я соучредитель этой компании, как будто бы я в доле, как будто у нас, не знаю, 50 на 50. Я всегда за своей компанией говорю, как будто бы она моя. Вот. И это передает вам уверенность и вас поднимает на какой-то другой уровень предпринимательский. Понимаете, вот у нас бизнес сетевой, он для каждого. В него может вступить любая, там девочка, мальчик, мужчина, школьник, студент, предприниматель, любой может вступить, да. Но мне очень обидно, когда этот бизнес строят по-дилетантски. Когда говорят, давай, давай, ну зарегистрируйся, что-нибудь там купи себе, кого-нибудь давай позови, как-нибудь там давай сейчас что-нибудь наговорим, скажем, там какой-то там ролик вышлем. Как-то несерьезно. Мне охота, мне охота этот бизнес поднять на какой-то другой уровень. Чтобы люди гордились тем, что они находятся в сетевом бизнесе, гордились тем, что они находятся в компании Арифлейм, сотрудничают с компанией Арифлейм. И любой, кто вам скажет, типа, а это что, Арифлейм? Ты говоришь, конечно, Арифлейм. А где еще можно заработать такие классные деньги и официально платить налоги? Где? Все, вопрос убивает всех. Максимум, что скажут, в смысле, какие еще такие большие деньги? Ты говоришь, ну 1300 вот. Где-то можно зарабатывать, где-то 1300 в месяц. И получается, сколько там в год, 3,5 миллиона, да. И отдавать за это налогов 1200, 250 официально. Где такое ты еще сможешь? Стабильно. Человек сразу теряется. Это, опять-таки, возвращаемся к первому пункту успеха, ой, уверенности. И когда вы вот это поймете, когда вы станете предпринимателем для себя самого, когда вы себе это уже докажете, что вы предприниматель, и в любой непонятной ситуации вы будете гордо, четко и уверенно заявлять какие-то, ну, там, про Арифлейм, про сетевой, какие-то возражения вы будете, даже можете с ними не работать. Если там прошло уже третье подраздражение, вы говорите, слушай, дружище, ты, по-моему, мне не подходишь. Мне сейчас нужен человек, который сейчас готов что-то в жизни менять, который сейчас готов пахать, а работы здесь много, но который хочет зарабатывать 1200. Я у тебя не вижу этого огня в глазах, понимаешь? Я что-то не вижу. Или у тебя он не есть просто, я его не вижу. И человек вам говорит, да, нет. То есть вы сами четко как бы себе спозиционируйте, и люди будут это чувствовать. Вот. Ну и у меня есть все необходимые навыки, ребят. Вот у меня лично точно есть. У вас у каждого точно есть все навыки, которые необходимы вам для построения этого бизнеса. Вот прям все навыки есть. Даже если вы говорить сейчас не умеете. Вы видели, наверное, да, часто выходят на банкеты директоров, на сцены выходят инвалиды в креслах. Даже у них есть все навыки, необходимые для этого бизнеса. У вас они точно есть. Если вы будете все применять грамотно, за вами точно люди пойдут. Вот я бы пошел практически за каждым человеком, кто в МБФ. Потому что я вас видел, я вас вижу, я вас видел там в Чебоксарах, я вижу ваши аккаунты. Я бы за каждым пошел, если бы я начал с вами как бы работать. То есть, если бы вы мне уверенно, четко показывали преимущества этого бизнеса. Понятно, да? Вот. А, ну и единственная другая страсть. Какой-то запускаете активность в команде со страстью. Какой-то запускаете новый там пост со страстью. Что-то новое там делаете со страстью. То есть, вы должны проживать вот эти все эти вещи. Даже если вы зовете на вебинар, вы не просто кидаете ссылку, а говорите, что человек получит, если он туда зайдет. И что он может потерять, если он туда не зайдет. Вот. Ну и дальше. Хвалите. Кандидата, партнера, себя. Найдите за что человека хвалить. Сделал маленький заказ, молодец. Активировал кабинет. Умница. Круто. Сделал там попытку кого-то позвать, не получилось. Молодец. Потому что, если даже вы сами себя хвалите. Кстати, кто себя хвалит? Стать, пожалуйста, в восьмерке, кто себя хвалит. И, кстати, нолики, кто себя не хвалит и как бы считает, что это как бы... Либо не за что, либо я не умею, не хочу и не буду. Хвалите себя. Мне вот нравится. Утром начинаешь день, говоришь, так, в принципе, если я сделаю это, 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 то вечером я буду молодец. Дальше у тебя стоят два варианта, либо сделать, либо не сделать. Ты это как бы что-то делаешь. Может быть, не все не в полном объеме, но ты это сделал большую часть. И вечером говоришь, слушай, я молодец, что я это сделаю, красавчик. Все. Не надо говорить, я красивый, я умный, да, я не про это сейчас говорю, хвалить. А хвалить за то, что вы что-то сделали. Нашли нас сейчас на вебинар, молодец, красавчик. Кого-то зарегистрировал, молодец. Кому-то сделал презентацию и неправильно себя повел, там, как-то неправильно говорил, и человек слился и сказал, что вообще какую-то фигню несешь. Ты дважды молодец, дважды красавчик, потому что ты совершил ошибку. А ошибка – это то, что тебя учит. Поэтому не то, чтобы даже не бойтесь ошибки делать. Вы должны каждый день ошибки эти совершать. Вы должны каждый день проживать вот эту вот вещь, что вот вы одному, второму, третьему сделали презентации какие-то такие, наверное, более-менее. А вот четвертому, да, вы там рассказывали, и, блин, надо было ему про это сказать, а вот вы это не сделали. Он там слился. Либо, допустим, вы ввели его на телефон разговор слишком рано, либо слишком поздно. Начали ему говорить сразу же про чё-то, а он сказал, что как бы это фигня. Вот что-то вы сделали неправильно. Вот вы двойне молодец, потому что у вас после этого сразу начинают мозги шевелиться. Сразу мозг начинает работать. Так, а как это, а как то, понимаете? Вот, вот, в принципе, и всё. Это всё слово «успех». Давайте подытожим. Что такое успех? Уверенность в себе в индустрии и в бизнесе, и в команде своей. Самостоятельно я принимаю решения, самостоятельно обучаюсь, самостоятельно задаю вопросы. Сам принимаю решения каждый день. Простые действия не усложняю. Новичок рекрутируй. Менеджер – обучай новичков. Директор – обучай менеджеров. Создай тебе некую систему. Запиши видео. Простое видео запиши, что ты требуешь от новичка, если он бизнес-партнер. И дай это ему видео. Это же просто. Зачем человеку каждого там как-то мурыжить? Вы одно видео запишите. «Я тебя пригласил в нашу команду. Привет, меня зовут Ренат. Я сейчас твой спонсор-наставник. Моя задача такая-то, такая-то. Быстрее тебя вывести на доходы. Задача твоя – быть моим партнером». Тут кто-таки партнеры? Это люди, которые договорились, что они делают определенные какие-то действия. «Я вкладываю в тебя свои знания и свое время. От тебя требуются желания и люди. Давай, соединяйся эти вещи и пошли. Сколько раз в день работаем? Сколько раз в день работаем? Два раза в неделю или каждый день работаем? Договорились? Договорились. Пошли. Все. Поэтому действия должны быть простые. Ну и как бы можно даже видео записать. Мы сейчас это делаем, да, многие. Дальше. Единство – дух – страсть. Надо быть в одном ключе со спонсором, в одном ключе с новичками, в одном ключе с компанией «Арифлейм» и стоп-лидерами. Надо все быть в одном. Надо быть в теме. Дух – понятно, без него никуда. Это наш внутренний стержень. И страсть – это все, что мы делаем, мы делаем со страстью. Без этого, ну блин, никуда. Даже если вас, пацаны, мужики, не зажигают какие-то там красивые картинки, вы врете, да? Кого они зажигают – это самообман. Вас все зажигают красивые классные картинки. Классные красивые машины. Классного красивого суперского дома. И, допустим, картинка вечернего, картинка летнего вечера. Где вы там с детьми на даче, там жена, там стол накрывает. У всех картинки есть. Просто эти картинки, они пропитаны эмоциями. И эмоции в этом бизнесе нам и мешают, как мы уже проговорили, и помогают. Помогают они нам видение нарисовать свое. И, да, помогают. И мешают, когда мы от предложения к предложению теряем энтузиазм. Вот как его не терять? Можно видео смотреть постоянно между ними. Ну и помнить, что для чего пришли. И любую даже мелочь маленькую делать со страстью. Вот. У кого сейчас в команде есть какие-то маленькие активности, есть розыгрыши какие-то, может быть, путевки, да, есть какие-то небольшие там, типа, аукционы или подарки какие-то. Вы как эти вещи прокачиваете? Просто в чат кидаете и говорите, ну я же сделал. Или вы говорите, ребята, блин, классная возможность. Просто покупаешь себе, там, получаешь подарок, такую-такую-то вещь. Или там сейчас, допустим, у нас там путевка в турции разыгрывается. Ты делаешь вещи, которые тебя в бизнесе понимают, а еще заодно, видишь, лета нет. Давай, поехали в сентябре. Лето будет максимум в июле, да и чуть в августе, да. Поехали в сентябре в Турцию. С нами там, классно, тусанемся. Ну, как бы мы так прокачиваем. То есть, это не, ну, просто как пример. Со страстью надо делать. Вот. И хвалите. Не забываем про себя. Ну и кандидаток при рекрутинге, да. Кого-то приглашаете и говорит, слушай, у вас, как бы, честно скажу, мне понравились вы, потому что вы постоянно на всех фотках с улыбкой. Вы везде улыбаетесь. Это очень редкое качество для людей. Честно, это не лезть. Человек говорит, ну, спасибо. Похвалили, правильно? Потом, если зовете какого-то знакомого в этот бизнес, говорите, слушай там, Максим, я тебя помню как человека очень ответственного и такого очень доброжелательного. Я подумал, что если бы мы были в одной команде, мне было бы с тобой очень удобно работать. А я тебе помог бы выйти на хороший доход. Как ты на это смотришь? Похвалили, да? Я помню тебя как человека ответственного. Допустим, вам дали телефон, вы звоните по рекомендации. Екатерина, здравствуйте. Мне ваш телефон дала там Настя, и она сказала, что вы очень такой человек коммуникабельный, вы очень ответственный, вы очень такая, ну, добрая сам по себе и позитивная девушка. И вам, в принципе, может быть интересно было бы заработать дополнительно денег. Это так? Человек говорит, ну, она может переукрасила, но в целом, да? Понимаете? Все, похвалили. Партнера похвалили. За что его хвалить-то? Зараза, падла, на вебинары не ходят, ничего не делает. Но в офис пришел, да? Молодец, похвалите. Ну, что-то еще, короче, находите-то, что хвалить. Потому что поругать его всегда можно. А если не за что его хвалить, то, в принципе, вы ничего с ним не делаете. Ругать его точно не надо. Просто он выходит из вашего поля деятельности. Ну, в принципе, вот и все. То, для чего строится бизнес, это наша команда. Это люди. Вот сегодня такую фразу услышал, что надо найти людей, у которых такая же, как у тебя, мечта. Надо сделать всего лишь четыре кассовые вещи. Первое, это самому свою мечту написать, вспомнить. Второе, найти человека, найти людей, у которых есть такие же мечты, прям такие же, они должны резонировать с твоими, это же легко. Ты узнал от человека, что он мечтает выйти на 300 тысяч рублей и жить как качественно и путешествовать. И ты тоже так хочешь. Ты его нашел. Третий пункт, помоги ему реализовать его мечту. И пункт четвертый, просто радуйся за него, потому что у тебя в это время уже будет то же самое, что и у него, как минимум, правильно? Вот и все. Поэтому в этом бизнесе мы, конечно, ради денег приходят, да, многие, но в целом, чтобы строить успешно и создавать большую команду, надо людей полюбить, надо стараться им помочь, надо всегда на языке выгоды говорить с ними, где бы это ни было, что бы это ни было, либо рекрутирование, либо погашение на вебинар, либо в офис. На языке выгоды. Что он получит, что вы можете ему дать. Как вы его видите через три года, что он будет иметь через три года, через пять лет. На языке выгоды, да. Если вы эти вещи научитесь делать с людьми, у вас команда будет сильная и рекрутинг будет у вас нормальный. Вот. Ну, в целом, все, ребята. Вот вся информация. Напоминаю вам, что у нас сейчас проходит классная такая летняя активность, летний вызов. Обязательно в него заходите. Мы, конечно, уже заявки все приняли. Но вот буквально сегодня суббота, да, сегодня еще до позднего вечера, еще примем несколько заявок, наверное, кто пробьется. И будем лето проводить в окружении активных, позитивных людей, которые стремятся, у которых есть цели, мечты, и которые будут друг друга тоже подстегивать и мотивировать. Будут очень интересные задания, будут очень интересные взаимодействия между вами. Вы будете вообще в разных командах, да, вы будете поделены на разные команды. У вас там придумают некую такую бальную систему, и у нас будет такого, знаете, типа, как бы, может быть, отряд в лагере, а может быть, взводы, да, в военной части. Прикольно будет. Я думаю, что весело время проведем, используем, да, и вырастим в командах новых менеджеров. А еще и сами звания новые пооткрываем. Поэтому, в принципе, все, ребят. Вопросы, если будут, пишите в чате, хорошо. Все, давайте всем пока. Классного всем рекрутинга и сильных людей в команду. Сильных, амбициозных людей в команду, которые не ноют, которые сами все делают, сами идут, и которые благодарны вам за то, что вы их пригласили. Вот. Ну и сильных вам команд и, скажем так, драйвового лета. Вот что я вам желаю. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok.